Всем привет, дорогие друзья! В эфире очередной урок из цикла Level Design в Unity, и сегодня мы с вами будем говорить про свет и цвет на игровых сценах. Сразу предупрежу, что практики в этом уроке не будет вообще. Ну и давайте начинать. Для работы со светом в Unity желательно уметь, в принципе, работать с источниками освещения. Я подразумеваю, что вы все-таки это умеете делать, потому что если мы будем снимать урок именно по работе с инструментами, которые позволяют нам создавать свет, а это не только источники освещения в Unity, очень большой механизм работы с освещением, это будет, можно даже не то что отдельный урок, а отдельный цикл уроков этому посвящать. Поэтому здесь мы рассматриваем свет исключительно в рамках Level Design. Но если вдруг вам все-таки хочется понимать, о чем идет речь, вот что у нас есть. В Unity есть такие источники освещения, как солнышко, как фонарик, или как лампочка. Ставь лайк за лаконичность, а мы дальше идем разбираться с Level Design. Теперь давайте разберемся в важности освещения на сцене. Давайте посмотрим на одну и ту же игровую сцену в разных условиях. Без источников освещения вообще, или буквально с одним источником освещения в виде Directional Light. В принципе, это достаточно очевидная разница, тут не стоит ничего говорить, но мы должны были на это посмотреть. А теперь давайте подумаем про цвет, то есть как именно цвет может влиять на восприятие игроком картинки, которая перед ним стоит. Итак, смотрим опять на эту же сцену с обычным нейтральным дневным светом. Теперь на нее же, но в теплых тонах. Закат, все дела. А теперь на нее же, но в холодных тонах. И посмотрим опять-таки на нее в каких-нибудь болезнно-коричневых, к примеру. Как вы можете заметить, восприятие игровой сцены очень сильно зависит от того, в какой она цветовой гамме. То есть, играясь с такими параметрами, вы можете заставить игрока испытывать определенные ощущения, такие как чувство комфорта, чувство уюта, тревоги или даже страха. Если комбинировать их еще со звуками, то можно добиться очень серьезных результатов. Давайте посмотрим, к примеру, на две картинки. Вот эту и вот эту. Подумайте, что между ними общего, помимо того, что они обе в какой-то фэнтезийно-исторической тематике. И все правильно, в них общая цветовая гамма. А именно, контрастная желто-голубая, либо оранжево-синяя. Данный пример применяется очень широко в кинематографии и в играх для двух целей. В интернетах очень часто можно найти информацию, всякие видеоролики на ютубе по этому поводу, что это оранжево-синяя цветовая гамма, взятая на вооружение киношниками, чтобы получить контрастную картинку. И это правда, на самом деле, когда мы используем цвета, противоположные по спектру, мы можем получить действительно плотную, насыщенную картинку с хорошей контрастностью. Это привлекает глаз, это всегда, так сказать, ярко обычно. И если вы будете смотреть на постеры к фильмам, то вы явно увидите, что на постерах это выражено еще более ярко, чем в конечном фильме. Однако, это не единственная цель, далеко не единственная. И вторую ее цель очень часто упускают. Давайте посмотрим на примерах нескольких компьютерных игр. Смотреть будем на примере игры Reason 3. Вот мы бегаем внутри помещения, и здесь все в такой оранжево-коричневой гамме. Если вдруг мы попадаем куда-нибудь на более открытое пространство, мы можем заметить, что все окружение вокруг становится более серым, более холодным. Таким образом мы получаем глубину картинки. То есть, все, что близко к нам, все, что должно привлекать наше основное внимание, оно в теплых тонах. Все, что на фоне и все, что как бы не сильно важно, оно становится более холодным специально. То есть, если в Reason это не так ярко выражено, то давайте посмотрим вот сюда. Да, мы вообще, мы еще даже играть не начали. Это просто главное меню. И мы просто видим здесь всего два цвета. Соответственно, это можно продумать как на этапе освещения сцены, так и на этапе постобработки уже картинки. Но, тем не менее, для понимания происходящего это, естественно, знать нужно. Помимо этого, можно применять еще другие инструменты с освещением. Например, в игре Alyx есть офигенный эффект, когда вы заходите с улицы в помещение, у вас всегда очень темно. И наоборот, когда вы с помещения выходите на улицу, вас некоторое время слепит. В интернетах натыкался на информацию, что людям не понравилось это. Типа, мол, что за херня вообще у меня происходит, зачем так делать, бла-бла-бла. Но я лично вообще в восторге от этого решения, потому что оно дает гораздо больше погружения в игру. Потому что, ну, на самом деле так происходит в жизни. Когда мы выходим из дома на улицу, даже когда нам кажется, что дома очень светло, на улице мы все равно щуримся. И наоборот, когда мы заходим с улицы в дом, буквально там полсекунды нам темно. И подобные решения помогают человеку ощущать себя внутри игры, то есть внутри мира игры. Ну и последний совет, который я хотел бы дать на сегодня. Это просто будет сказано словами для понимания. При проектировании вашей игровой сцены, опять-таки, это можно продумывать на этапе еще пре-продакшена, можно продумывать уже впоследствии. Впоследствии вы должны обращать внимание вот на какой момент. Самый первый момент, то есть первое впечатление, которое будет у игрока при попадании на игровую сцену. То есть вы должны знать, с какого места игрок может попасть на игровую сцену. То есть вот у вас есть какой-то храм, завод, не знаю, лаборатория, все что угодно. И в нее есть вход, один или несколько. Соответственно, вы должны поставить камеру своего видового обзора именно на это место и посмотреть, как игровая локация будет выглядеть с этой точки. И настроить свое освещение таким образом, чтобы сцена была максимально выигрышной именно с этой позиции. Дальше можно зайти внутрь, там будет просто висять лампочки, это уже будет не столь важно. А важно первое впечатление. То есть если игрок забегает в пещеру в каком-нибудь Скайриме, то практически всегда эта пещера всегда производит, пусть маленький, но вау-эффект. То есть ты всегда смотришь, ух ты, как тут классно. А дальше бегаешь, они все одинаковые, те пещеры, там ни хрена вообще, никакой разницы между ними нет. Но зато сначала можно словить вау-эффект, и это хорошо. И второй нюанс. Освещение должно быть все-таки максимально реалистичным. Реалистичным в том плане, что если вы заходите в освещенный коридор, то эта освещенность должна быть чем-то обусловлена. Можно, конечно, сказать, что у вас стены покрашены краской, сделанной из светящихся водорослей. Но об этом лучше сказать игроку до того, как он зашел в коридор, чтобы у него не возникло вопросов. А так, если есть свет, значит должны быть источники освещения. Такие вот банальные советы, казалось бы, но могут быть упущены. Часто бывает в играх, особенно в наколеночных, которыми мы с вами, собственно, и занимаемся. Такие моменты очень часто упускают. Ну и, собственно, это все, что я хотел сказать на сегодня. В ближайшем будущем у меня выйдет еще несколько роликов немножко другого формата, но это тоже будет именно в видеоуроке, но не про левел дизайн. Про левел дизайн, естественно, я тоже не завязываю, то есть мы будем писать и дальше. И следующий наш с вами урок, дадим затравочку, будет посвящен... Хрен знает чему, сейчас пойду посмотрю. Посмотрел. В плане написано, что следующий наш с вами урок посвящен звуку. А еще через один урок будет оптимизация. Соответственно, оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Плохие, хорошие, любые пишите, буду читать все. Интересно ваше мнение, естественно. Увидимся в следующем уроке.